Добрый вечер! Мы продолжаем изучение недельного раздела Микетс. Входимся еще в самом начале. На предыдущих уроках мы рассказывали о том, как Ашгаха, как проведение, дала возможность Юсефу выйти из тюрьмы. Совершенно невероятный случай, который ему подвернулся, когда ему удается разгадать сон фараона, предложить то решение, ту интерпретацию сна, которая кажется фараону наиболее точной. И вот после того, как он разгадал сон, который предвещает о сначала большом урожае в Египте, а затем, наоборот, о наступлении лет голода, Юсеф переходит к практическим рекомендациям. Мало того, что он предвидит голод в дальнейшем, он и предлагает способы, каким образом решить эту проблему. А именно собрать пятую часть урожая на протяжении всех лет изобилия, то есть совершить нечто типа хорошо известной по советской истории продразвёрстки, отобрать, правда, не всё, как это было принято у советов, но, по крайней мере, пятую часть, 20% урожая отобрать у производителей и централизованно под властью государства сохранить это до тех пор, пока не начнётся голод. А уже, когда начнётся голод, то постепенно распределять эти запасы среди людей. Понятно, что для того, чтобы провести подобного рода операцию, необходима очень чётко налаженная работа государственно-бюрократического аппарата. Должен кто-то всем этим управлять, поэтому Юсеф тут же говорили, что необходимо найти человека достаточно мудрого и достаточно энергичного, который сможет осуществить всю эту реформу, заставить людей отдавать излишки зерна, наладить их сбор, складирование и учёт, предотвратить те воровство, спекуляцию и так далее, всё это требует действительно серьёзной, очень серьёзной организации, требует человека, который будет обладать достаточными способностями для её реализации. Вот здесь я и обращаюсь к тексту. 41 глава, 39 стих. «И сказал фараон Юсефу, после того, что Бог сообщил тебе всё это, нет никого умнее и мудрее тебя». Иными словами, ты предлагаешь найти человека, который сможет реализовать всю эту реформу, сможет контролировать и управлять этой операцией. Должен быть человек достаточно умный и достаточно энергичный, но так другого такого человека, кроме как тебя вряд ли найдём. Не только что фараон предлагает сейчас Юсефу занять вот это вот место и осуществить все те самые методы и все эти предложения, которые он даёт. Он прибавляет ещё в следующем стихе. «Ты будешь над домом моим, и весь мой народ будет управляться по твоему слову. Только престолом я буду больше тебя». Иными словами, он назначает, предлагает Юсефу и тем самым назначает его не больше, не меньше, как временщиком, человеком вторым после царя. И он тут же объясняет, что это будет означать. И сказал фараон Юсефу, смотри, я назначаю тебя на всей земле египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и положил его на руку Юсефа. И одел его в одежду из тонкого льна и возложил ему на шею золотое ожерелье. Не могу удержаться здесь от некоторых замечаний вот по содержанию этого последнего стиха. Снова очень интересно сравнить его содержание с данными археологии и истории, известными нам сегодня о Древней Египте. Казалось бы, мелкие детали, но они настолько точные, просто потрясающие. Снял фараон. Происходит сейчас церемония довольно быстрая, не делается специальный банкет на эту тему, но, по крайней мере, происходит церемония назначения человека на должность чиновника, государственного чиновника очень высокого ранга. Суде дела, самого высокого, который только может быть. Человек номер два после фараона. Как это происходит? Фараон снимает перстень. Ну, в общем-то, это довольно было распространено и в других странах в тот момент, когда... Что означало перстень? Перстень, прежде всего, это печатка. На перстне есть печатка. И при помощи этой печатки можно подписывать указы. И если это королевская царская печать, то тот, кому передаётся эта царская печать, то он тем самым получает назначение на свою должность. Ему передаётся полномочия. Это всё понятно. Но перстень, мы ожидаем, что в тот момент, когда этот перстень даётся, то перстень ему, очевидно, а он и перстень, эта печатка не даётся ему в качестве какого-нибудь брелка с ключами и так далее. А именно перстень. Наверное, перстень нужно надеть ему на палец. А в оригинале не так сказано. Буквальный перевод. Большинство переводчиков, конечно, так не переводят, потому что это не литературное выражение. Но буквально, как сказано в оригинале, снял фараон перстень свой из руки своей и положил его на руку Йосефа. Если мы посмотрим сегодня фрески, которые ещё сохранились на стенах египетских храмов, то видно там церемонии рисунки, изображающие его церемонию назначения чиновников именно так, когда фараон кладёт, чиновник протягивает свою руку к фараону, и тот кладёт ему перстень на руку. Не надевает ему на палец, а кладёт его на руку. Ну, мало этого. Одел его в одежду из тонкого льна. Не случайно тоже. Основные, действительно, египтяне в основном одевались в лён. Это было основной материи. И одежды были достаточно однообразные, как для мужчин, так и для женщин. От самых простых людей, от рабов и до царственных особ, все, в общем-то, одевались практически одинаково. Но чем же отличались? Одежда всегда была способом выражения статуса, своего социального статуса, своего материального благосостояния. Так как же так, если все одиновались? Слушай, наверное, все одиновались в одинаковую по покрою одежду. Скажем, у мужчин в основном была набеданная повязка. В большинстве случаев больше ничего не носили. Это верно. Но чем более богатым был человек и чем более высокопоставленным, тем более тонкий лён у него был. Мы сегодня знаем лён в основном, когда мы имеем дело с льняной тканью, это довольно грубая такая полудерюжная ткань. А в Египте было совсем не так. У нас найденные в раскопках льняные ткани в раскопках, в гробницах богатых египтян, высокопоставленных, показывают, что ткань эта была у самых богатых просто супер-супер тонкая. Вплоть до того, что, как показывают эти источники, 240 метров тончайшей нити весили всего лишь 1 грамм. Нить была настолько тонкая, что ткач видеть её даже не мог. Он мог её ощущать только пальцами. Весть 40 метров нитки с его весом в 1 грамм. Поэтому здесь и подчёркивается, его одевают в одежду из тонкого льна. Это особая одежда, которая подчёркивает, что он теперь... Он не просто называется из грязи в князи. Он всего лишь час тому назад или два часа тому назад был всего лишь заключённым, сидел в тюрьме за решёткой. Он не только что выходит на свободу, но и назначается теперь большим чиновником. И ещё одна деталь тоже очень важная. Видно это на многих-многих египетских фресках, на стенах храмов, на многих изображениях, что у высокопоставленных особ. То есть одежда, как мы сказали, в основном одежда очень простая, элементарная набеданная повязка. А выше пояса не одевали ничего, кроме золотого ожерелья. Это золотое ожерелье у фараонов или у крупных чиновников. Это была просто какая-то цепочка. Это было ожерелье, которое сползало, связало на грудь и было, в общем-то, весом, наверное, несколько хороших-хороших килограмм. Это тоже было принято. Фараон носил подобного рода золотое ожерелье и награждал он выделенных им чиновников или военных тоже при помощи вот такого вот ожерелья. Вот три детали, указанные здесь, совершенно точно потрясающе. И указаны не так, между прочим. Я немножко увлекся описанием вот этого вот триумфа и назначения его на назначение Юсефа на должность. Мы должны задать очень один важнейший вопрос. С чего этот фараон так увлекся, чего он так просто вышел из себя, что он вчерашнего раба, позавчерашнего раба и вчерашнего заключенного назначает, не просто ответственным за аграрную реформу, а назначает его вторым человеком в царстве, практически своим заместителем, всесильным временщиком, управляющим страной. Почему? Что такого? Юсеф разгадал сон. Ну, да. Да. Об этом уже немножко говорили. В принципе, не только Юсеф разгадал сон. Различные толкователи, служители фараума, они тоже предлагали свои объяснения этого сна. Только объяснение сна этого царю не понравилось. А объяснение сна, которое дал Юсеф, фараум почувствовал вот это истинное правило. Ну, очень может быть. Но, несмотря на это чувство, в конечном итоге все, что он предсказал, все, что он предвидел, это лишь прогноз на будущее. И ведь вопрос не в том, как здорово он интерпретирует этот царю, а вопрос, этот прогноз сбудется или нет. Все же может быть. А выяснить, сбудется ли этот прогноз или нет, можно будет только через самое близкое, через 8 лет. Должны пройти 7 лет урожая. Ну, предположим, будет 7 лет урожая, это уже неплохо. Но потом должен начаться голод. Если на 8-й год начнется голод, тогда, скорее всего, Юсеф прав. А если нет, значит, нет. Так чего фараум так торопится? Может быть, все это замысловатое и любопытное объяснение сна. Может быть, оно очень-очень здорово подходит всем деталям. И оно очень-очень понравилось фарауму каким-то его собственным таким внутренним ощущением. Вызвало в душе его некий резонанс. Но при всем при том, может быть, что оно не сбудется. И тогда что такого? Где? Какая здесь невероятная государственная мудрость в том, что человек разгадал сон. И к тому же еще может быть, что сон пусть разгадан, но, может быть, все и не сбудется. Так чего фараум торопится? Почему он сразу его назначает не просто ответственным за сбор хлеба, а вторым человеком – государство. И государство-то не маленькое. Древний Египет – величайшая сверхдержава того времени. Есть мидраж в Ялкут-Шимонне. Сказано там так. «В тот момент, когда фараон сказал Юсефу, что ты будешь над домом моим, и весь мой народ будет управляться по твоему слову. И никто не поднимет ни руки, ни ноги теперь отныне без тебя». То есть, власть полнейшая, поскольку Египет был страной, управляв и все. Именно так. Власть там была тоталитарная, полнейшая. И теперь она передается в руки Юсефа. В этот самый момент, конечно же, им следовало ожидать, что прошел ропот по рядам египетских придворных, которые присутствовали. И обратились они к фараону и спросили. «Ваше величество, мы не ослышались. Это действительно вы позавчерашнего раба и вчерашнего зэка вы назначаете, чтобы царствовать над нами». И вопрос естественный. То есть, Медраж вкладывает наш этот вопрос в уста придворных фараона, но вполне естественно предположили, что такой вопрос, безусловно, мог быть задан и следовало бы его задать. Но то, что нам интересно, это не столько вопрос Медража, сколько ответ. Ответил им фараон признаки царства, царственные черты и обижения. Вот как Медраж. То есть, неразгаданный сон убедил фараона, а личность Юсефа, которую он наблюдал в этом коротком диалоге с ним, вот его черты, и личности, они убедили, что перед ним царственная особа, человек, прирожденный для власти, способный властвовать, властитель, царь. Поэтому ему и карты в руки, ему и власть. Теперь нам только остается понять, а что это за царские такие черты? Орлилый нос, особая осанка, особое строение головы. Что такое царь? Вот этот вопрос разбирается, разбирается в книге Широ и Дат, Бьюисефлей Блох, руководитель Тельской и Шивы. Его объяснение мы и приведем. Итак, что же такое царство? Что это за качество? Что представляет собой царская особа? На первый взгляд приходит царь по картинкам. Ну, такой человек, который одет в корону. У него должна быть еще мантия с горностаевым воротником. Обязательно так на всех картинках рисуется. Должны быть куча придворных, должна быть армия, которая его охраняет, полиция, которая вокруг него. Тот, кто управляет государством, у него есть государство, армия, полиция, силы, силовые службы, органы, как это сегодня говорят, службы безопасности, явные, тайные, которые осуществляют его власти, которые приводят к тому, что то, что он говорит, исполняется. Вот так, наверное, это. Но здесь еще ничего о личности нет. Наоборот, такой царь на самом деле, это не царь по сути своей, это посмешивший карикатурный царя. Ведь такой царь, об этом говорят наши мудрецы, нет народа, нет царя без народа. То есть, такой царь, он целиком зависит от своего народа, настолько, насколько этот народ готов терпеть его власть. И поэтому нужно постоянно подлизываться к народу. И даже, хотя, казалось бы, те цари, которые правили больше как самодержавцы, тираны, которые применяли тиранические, жесткие методы управления. Совершенно верно. Это означает, что они навязывали свою власть при помощи сил безопасности, при помощи армии, при помощи полиции, при помощи террора. Но если так, то они целиком и полностью оказываются зависимыми именно от этих самых сил безопасности, от верности армии и полиции, и в тот момент таким царям нужно быть все время в хороших отношениях не со своим народом, а просто с той самой армией, с высшим офицерством и полиции, чтобы они в любую минуту его не вышвырнули. Известная история о римских императорах, которые полностью были зависимы от притарианской гвардии. И она по своим прихотям сменяла их иногда как перчатки. Одного императора не нравился, тут же его сбрасывали назначали другого и так далее. Цари, которые настолько боятся за свою жизнь, что каждый день меняют место, в котором они спят. Не спят ни разу в одном подряд две ночи в одном и том же месте, которые страшно боятся покушений на них. Еще помню эту историю о одном из очень властных тиранов последнего времени, о вожде Румынии Николаю Чаушеску, у которого в его гардеробе оказалось около четырехсот костюмов. Почему ему было такое количество костюмов? Он постоянно боялся, что его отравят, прыснув ему на его пиджак какой-нибудь гадость и какой-нибудь аэрозоль такой. Поэтому он всегда, он никогда не надевал один пиджак дважды в день. Тот пиджак, который он надевал сегодня, он отправлялся тут же в химчистку и он надевал следующий. Поэтому у него было по костюму на каждый день года. Не меньше. Такой жуткий страх. Какое же здесь царство? Какая же здесь власть? Это попросту карикатура. Это не царь, а это просто раб. Только если в демократии правитель он раб общественного мнения, он все время должен нравиться средству массовой информации общественному мнению, то при царстве царь, он оказывается раб своих собственных сил безопасности, своей армии, своей полиции, своих окруженных, своих приближенных. Ну, в общем-то, то же самое рабство. Что же такое настоящее царство? Кто такой настоящий царь? Настоящий царь – это человек, прежде всего, обладающий такой силой, волей и очень четким представлением, четкими представлениями и четким пониманием человеком, сознание которого выдает ему четкие и как литые мировоззрения, которые он черпает из себя, а не от других людей. Он не подчиняется ни общественному мнению, ни средству массовой информации, ни тому, что думают о нем людей. Его в тот момент, когда он убежден в чём-то, в тот момент, когда его сознание приводит его к каким-то выводам, его сдвинуть с этих выводов невозможно. У него есть вот эта вот сила, сила разума, сила сознания и сила воли. Это человек, который рождён властвовать. Что означает властвовать? Каким образом приходит к этому? Как приходит человек к тому, что он способен глядеть на людей, глядеть поверх голов людей, не заглядывать им в глаза и не заискивать им, а глядеть поверх их голов так, что они чувствуют его волю и преклоняются пред его волей? Достигается это только одним. Достигается это умением человека властвовать, прежде всего, над самим собой. Тот, кто умеет управлять и собственным разумом, и собственными чувствами. Не только поступками. Нет. И поступками, и чувствами, и эмоциями. Вот такой человек он действительно правитель. Понятно, что управлять самим собой, управлять своими мыслями, чувствами, эмоциями, чувствами. Управлять своим настроением сложнее, чем управлять целой губернией или, может быть, даже целой страной. В человеке так много борющихся противоречивых чувств, ощущений, настроений. Мысли и чувства человека меняются каждую минуту, иногда и меньше минуты. Для того, чтобы ими управлять, нужна колоссальная воля, нужна колоссальная сила разума, прежде всего. И управляет человек собой при помощи разума. Здесь должен быть именно такой сильный разум, сильное сознание, которое в состоянии навязывать всем-всем-всем силам человеческой души, всем силам человеческого сознания, подсознания навязывать его волю. Это совсем-совсем непросто. И вот это именно, и вот это вот видео фараон Мюсефи. То есть, в общем и целом, такой человек не нужно быть каким-то суперчувствительным для того, чтобы почувствовать силу личности такого человека. Он ее просто излучает. Она воспринимается, люди воспринимают ее, воспринимают и склоняют голову. Подчиняются такому человеку. Подчиняются не потому, что он им угрожает, не потому, что за ним стоит несколько мордоворотов с вооруженных зубов. Нет. Он подчиняет своей силы. Нечто подобное я помню вспоминания детства. Когда я учился в школе, у нас была учительница математики. Она была маленькая, хрупкая женщина. Она входила в класс, в котором сидели довольно здоровенные такие лбы. Но в тот момент, когда она входила, то ощущался просто страх. Ее боялись. Она ничего такого, она ни в кого не бросалась ни стульями, ни чем, ни на кого не ходила жаловаться директору. Но своей личностью она внушала страх перед собой. Настоящий царь, тот, кто способен действительно на подобную власть над собой, при условии, конечно, что его обращение с людьми, оно достаточно мягкое, и он умеет. Он не возносится над людьми, не дает им ощущения того, что он их презирает, не дает им ощущения того, что он гордец, высокомерный и так далее. Таких людей не любит. Но тот, кто действительно в дополнение к той способности властвовать, в дополнение к тому, что на него невозможно воздействовать, в дополнение к тому, что он не ищет, не заискивает перед людьми и невозможно повлиять на него. А наоборот, такой человек, который смотрит поверх людей, но при всём при том он относится к ним хорошо и он умеет обходиться хорошо с людьми, такому человеку люди будут подчиняться по собственному желанию. Такой человек действительно правительный, такой человек действительно царь. Это было фараон, это почувствовал Юсефе. Это, говорит, нам другой Медраж. Медраж очень интересный. Медраж рассматривает здесь вот все те фразы, которые говорит фараон Юсефу назначай его на царство. «Ты будешь над моим домом, и весь мой народ будет управляться по твоему слову». Медраж, что уста, которые не готовы были, которые не запятнали запрещенные поцелуи, такие уста будут изрекать слова, по которым будет управляться вся страна. То есть, говорят, смотрите, где мы видим вот эту способность Юсефа к такой власти над самим собой. Конечно же, в истории с женой Патифара. Та власть, которую он над собой проявил, та способность его не подчиниться ни ее ухаживаниями, ни ее давлением психологическому, ни ее угрозой, ни страхом смерти, который явно здесь был, ни страхом никаким бы то ни было. Все вот это показывает на его эту самую колоссальную власть, которую он проявил над собой. И так дальше продолжает Медраж, что шея, которая не пригнулась из страха перед своей госпожой, на эту шею наденут золотое ожерелье, руки, которые он не протянул к запрещенной женщине, на эту руку фараон накладывает кольцо, и так далее, и так далее. Вот это то, что увидел фараон Юсефе, это то, что из него действительно убедила перед ним настоящий царь, прирожденный властитель такого человека он и назначает вторым после себя. Посмотрим теперь еще более детально, как происходит вся церемония назначения. Итак, ты будешь над домом моим, и весь мой народ будет управляться по твоему слову, и только престолом я буду больше тебя. То есть, власть фактическая будет у тебя управлять, ты будешь ты, но номинально, царем, со всеми почтями и так далее, это я уже оставляю себе, это ты не трогай. И сказал фараону Юсефу, смотри, я назначаю тебя над всей землей египетской, и снял фараон перстень с руки своей, и положил его на руку Юсефа, и одел его в одежду из тонкого льна, и возложил ему на шею золотое ожерелье, и велел ввести его во второй колеснице. То есть, если первая колесница фараона, то вторая в торжественном выезде эта колесница для Юсефа. И воскликали перед ним аврех. Что это за аврех, что это за восклицание, которое какие-то тамошние египетские герольды восклицали, когда Юсеф проезжал по стране. Раши приводит несколько объяснений наших мудрецов. Сначала он приводит «Таргун», то есть перевод «Онкилос» на арамейский язык. «Таргун» переводит «Отец», то есть главный советник царя, как «отец к царю». Ну, трудно быть немножко «отцом к царю», но имеется в виду, как у многих царей были такие советники, которые, в общем-то, фактически управляли царями и склоняли их и туда и сюда. Каким образом в слове «аврех» заложено, что он отец царю, а «Ункилос» разбивает это слово на две части. «Аврех», «ав», ну «ав», понятно, «отец». А что такое «рех», что арамейское слово «рех», оно означает «царь». Так объяснил «Ункилос». Немножко непонятно, каким образом египтяне, которые вообще-то по-арамейски не очень-то говорили. Они были народом хамитскими, и семитские языки от них были очень далеко. Каким образом вдруг в египетский язык проходит такое слово? Не очень ясно. Если мы хотим аутентичные, действительно, египетские слова, то это видно в дальнейшем. Когда фараон даёт имя, называет имя Йосефу Цафнат Паанех. Это звучит достаточно по-египетски. А вот царь по-арамейски как-то не очень здесь к месту. Дальше Раши приводит, после того, как он процитировал перевод «Ункилос», он приводит мнение мудрецов из Медраша. Рабиуда дал такой драш. Аврех – это Йосеф, который был главой, т.е. отцом для людей по мудрости. Отец – это тот, кто обучает своих детей, указывая им путь. Так вот, на уровне мудрости он был всем отцом мудрым. Но, снова здесь идёт разбивание на две части. Ав – отец, а только не рех, а рах. Рах бешаним – это идиоматическое выражение, принятое в Лашуна Кодыш, в святом языке, что означает «человек, который в нежном возрасте», т.е. ещё молодой. Иными словами, несмотря на свою молодость, он уже для всех годится в отцы, поскольку при своей мудрости он способен влиять на всех и обучать всех. Это было объяснение Раби Иуда. Сказал ему Раби Йосеф бен Дурмаскет – я всё зачитываю Раши – до каких пор ты будешь сказать нам стихи? Нельзя ж так взять, разрезать слова на части и их толковать таким образом. Это означает просто, не что иное, как восклик – на колени. Слово «берых» означает «колено». Стало быть, когда Йосеф проезжал, и это вполне вписывается в картину, которую мы можем себе представить о древнем Египте, что когда проезжает такой вельможа, то перед ним бегут слуги и орут на всех людей, на всех прохожих на колени. Картина подобная той, которую мы хорошо знаем из Магилат Истер, когда царь повелел всем, там не только на колени, там было мало на колени, там нужно было падать ниц перед Аманом, но здесь, по крайней мере, если не падать ниц, то хотя бы на колени. Всё очень здорово, но только одно мне мешает – если это действительно означает «на колени», то нужно было бы сказать не «аврех», начиная с буквы «алев», нужно было бы сказать «аврех», начать. И тогда это было бы повелительное наклонение на колени, преклонить колени. А если начинается с буквы «алев», это означает, эта буква «алев», она указывает на первое лицо, причём здесь первое лицо. Вот ответ на этот свой вопрос я нашёл в комментарии Равирша. Комментарий очень любопытный. Равирш пишет так, что вот это вот выражение «аврех» означает не просто «на колени», а я, поэтому отсюда первое лицо, я вам командую по моей команде на колени, после этого я пройду, а вы – на колени. То есть… И дальше он продолжает объяснение, в чём здесь штука. Для обычного властителя, в общем-то, для настоящего такого властителя, его вполне удовлетворяют, ласкают его эго и удовлетворяют его чувства, спонтанные проявления народного подобострастия, любви к нему, подчинения. Если такой человек выходит на улицу, а люди, завидев его сами, кланяются ему или ещё больше, ещё на колени становятся, то, сказать, это его эго, безусловно, ласкает просто замечательно. Но по отношению к тиранам это не так. Почему? Спонтанные… Ничего не должно быть спонтанно. Даже спонтанные вот такие вот выражения подобострастия и подчинения, они тоже… Всё в такой вот тирании подобной той, которая была в Египте, там всё должно быть по команде. Даже народное ликование при виде любимого царя и при виде любимого вельможи, оно тоже не должно быть спонтанным. Как-то так, люди сами по себе… Нет, всё должно быть по команде. Поэтому фараон, когда выходил, когда он сам выходил, он сам и командовал, я выхожу на колени, вот тогда всё хорошо, вот тогда всё нормально, всё по указке, всё по приказу, всё как надо. Тем, что это была, безусловно, привилегия фараона. Так что он сам давал команду, или его, он говорит, герольды, которые шли перед ним, они командовали, что по приказу фараона всем на колени, фараон вам приказывает на колени. Вот и бухаетесь на колени. Если перед Йосефом стали кричать подобную вещь, то это было выражение самого, самого большого почёта, т.е. его поставили на одно… Он второй человек в восхудавстве, почти просто как сам фараон. Т.е. это означает, что те слуги, которые бежали перед ним, они требовали от народа не просто на колени, а по приказу Йосефа, который идёт вслед за ними, который едет там в колеснице. Вот по его приказу становитесь на колени. Аврех. Продолжаем дальше. «И поставил его над всей землёй египетской и сказал фараон Йосефу, я фараон, без тебя никто не поднимет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Мне очень понятно, почему эту фразу, в которой он подчёркивает власть Йосефа, он начинает вот со слов «я фараон». Можно поднять так. «Хотя я фараон, власть-то вроде моя, но я передаю тебе все полномочия, теперь без твоего согласия никто и пикнуть не может ни поднять ни руки, ни ноги». Раша объясняет, нет так. Раша объясняет следующее. «Я фараон» это означает, а с какой-то стати вообще вот так вот над головами всех вельмож, сановников, министров и прочих, как это назначается? Такой человек, вот такой вот верховный правитель, которому теперь все должны будут подчиняться и все должны будут пред ним падать на колени. А этот фарм говорит, я фараон, у меня есть такое право, я могу. Они мне ничего не могут возродить. Они будут здесь говорить, что это им не нравится, им не в дело. Я фараон, я имею полное право. «В моей власти издать подобный указ для моего царства я повелеваю, чтобы никто не смел поднять свои руки без тебя, то есть без твоего ведома и без твоего дозволения». Другое объяснение говорит Раши. «Я фараон», то есть в обратную сторону. «Хотя власть я тебе даю, так, но ты не очень увлекайся, фараон – это я остаюсь. Я фараон, я царь, а власть я передаю тебе, конкретную, реальную власть». Что означает это выражение? Понятно, что здесь подчёркивается вот эта власть, что никто не поднимет ни руки, ни ноги. Что это означает? «Витраши», а это следует понимать так, как перевод «ункилус», арамейский перевод, т.е. никто не поднимет руки, чтобы взяться за оружие, и никто не поднимет ноги, когда ставит ногу в стреме для того, чтобы вскочить на лошадь без твоего согласия». То есть власть полнейшая. «И назвал фараон имя Йосефу Цафнат Пионер, и дал ему в жену Оснат, дочь Потифера, жреца Оно». С одной стороны, имя вот действительно так хорошо вписывается в то, что нам известно о египетских именах, но наши мудрецы говорят, что есть значение у этого слова, которое можно увидеть и при помощи лошона кодыша, и при помощи святого языка. Что значит Цафнат Панех? То, что Цафун, корень этот Цафун означает то, что скрыто. Ли Фанех – это, наоборот, раскрывать. И тогда получается, что Цафнат Панех – это тот, кто умеет, тот, кто способен раскрывать тайное сокровенное, тот, перед которым ничего тайного сокровенного нет. И это, безусловно, намек на ту способность Йосефа разгадать сны, благодаря которой он и получил эту власть. Есть ещё, вместе с тем, что он даёт ему это имя, он даёт ему ещё и жену. «Оснат дочь Потифера, жреца Оно». Кто этот Потифер, жрец Оно? Вообще, это очень похоже на Потифара, его бывшего хозяина. Правда, несколько иначе, несколько изменено имя. Там было Потифара, а здесь Потифера – это первое. Во-вторых, в предыдущей главе мы учили, что он был Саратабахим. Есть несколько объяснений, что такое Саратабахим. Либо он был начальником над поварами, либо начальником над мясниками, либо начальником даже, может быть, над палачами или телохранителями. Все возможные варианты, которые существуют в самых разных переводах. Но жрецом, вроде как, он не был религиозного сана, за ним не числилось. Что же здесь это означает? Некоторые говорят, действительно, это был тот же самый Потифан. То есть фараон здесь делал невероятную вещь. Мало того, что он освободил вчерашнего раба и заключённого, он ещё и потребовал от его бывшего хозяина, чтобы тот дал ему свою дочь в жёны. В чём здесь была идея? Мало того, что он возносит Усефа, вот как он этим немножко пронижает его бывшего хозяина, чем тот виноват. Мешихохме говорит, что фараон здесь хотел поддержать Усеф. Он, конечно, боялся, что за ним укрепится вот это вот отношение из грязи в князе. Вчерашний зэк, позавчерашний раб, а сегодня он, видишь, властвует. Поэтому для того, чтобы его не унижали, напоминая ему это прошлое, что он вчерашний раб, для этого он заставляет его, вчерашнего господина, отдать свою дочь за него в жёны. Чтобы было понятно теперь, что он человек, достойный всяческого уважения, чтобы стереть его вчерашнее рабское прошлое. В этом здесь была идея. А Усефу было 30 лет, когда он пристал перед фараоном царём Египта. Мы помним, что Усеф покинул свой дом 17 лет от роду, а вот теперь всё, что то время, которое он провёл в доме Патифара и 2 года, которое он провёл в тюрьме, всё это вместе теперь ему 30 лет. И вышел Усеф от фараона и прошёл по всей земле египетской. И произвела земля в 7 лет щедрый урожай. То есть сны Усефа начинают сбываться. Действительно, изобилие и урожай. И собрал он всё продовольствие 7 лет, которые были в Египте, и поместил съестное в городах. Продовольствие с полей и окрестностей каждого города он поместил в нём. Для чего Тора это подчёркивает? Почему это важно? А если бы собирали это в каких-то центральных городах, взяли бы из различных египетских номов зёрно, которое там выросло, и привезли бы это куда-то в центре столицы? Нет. Всё хранилось на местах. Раша говорит, ибо каждая область, она сохраняет свои плоды. Зерно пересыпают земной того места, на котором оно росло, и это даёт ему возможность сохраняться и предотвращает его от гниения. Здесь действительно у ЕСЭФа серьёзная, очень серьёзная хозяйственная задача. Можно устроить продразвёрстку. Можно убедить или заставить людей на основании закона и на основании власти отдать пятую часть урожая. Всё это можно. Но надо же позаботиться о том, чтобы урожай этот сохранился. Это совсем не просто. Хранить зерно в хранилищах на протяжении многих лет и быть уверенным, что крысы его не сожрут, что оно не сгниёт. Совсем-совсем непросто. Способ, который применялся тогда и который применяет ЕСЭФ – это именно пересыпание зерна той землёй, где это зерно выросло, что и предотвращало тогда гниение. О том, что это совсем была непростая задача, это мы видим из текста дальше. Пока что посмотрим ещё несколько стихов. У ЕСЭФа родились два сына до наступления года голода, которых родила ему Аснац, дочь Потифера Жрица. Он и назвал ЕСЭФ имя первенцу Минаше, потому что от слова Киннашани, потому что Бог дал не забыть всё мои мучения и весь дом, все те беды, все те горести, которые были в доме моего отца, а другому нанёс нарёк имя ЕФРАИМ, потому что Бог дал мне возможность размножиться в земле моего страдания. То есть земля страдания, куда я попал как раб, здесь я, наоборот, сейчас возрастаю, размножаюсь отсюда. Это звучит в имени ЕФРАИМ от слова ЕФРОТ, что означает размножаться. Тора подчёркивает, мудрецы, что родились эти дети до того, как начался голод. Какая разница, до того или через год, после того. Родились дети. Естественно, человек женится, дети рожаются. Что здесь такого особенного? Наши мудрецы говорят, если Тора это подчёркивает, то это непросто, ибо есть некоторые моральные ограничения. То есть, когда есть голод, и когда люди вокруг умирают от голода такую тяжелую годину, то нужно исключить супружескую близость. Потому что рожать детей в тот момент, когда другие мрут, как мухи, это неправильно. Второй вопрос – это просто моральное ограничение или это закон, который действительно запрещает супружескую близость в голодные годы? Это большой вопрос, который обсуждается в литературе, входить в него мы не будем. И кончились семь лет изобилия, который был в земле египетской. И наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех странах, а во всём Египте был хлеб. Мы уже приводили уточнения Рамбана. Рамбан говорит, мы видим, что изобилие было только в Египте в предыдущие семь лет, а вот голод – голод уже был повсюду, повсеместно. Но начал голодать Египет, и народ завопил к фараону, прося хлеба. Вот это уже довольно странно. Если египтяне знали это, то никто из этого не скрывал. То, что происходили заготовки зерна в преддверии голода, всё это было известно. Тогда почему же египтяне заголодали, если в Египте был урожай, было изобилие, и был там хлеб. А во всех странах они не были готовы, они не запасали себе зерна. Понятно, что там был голод. Если есть не урожай, тут же начинается голод. А в Египте почему? И народ завопил к фараону, прося хлеба. И сказал фараон всем египтянам, пойдите к Иосифу, что он вам скажет, делайте. Тоже странно, тоже непонятно. Он сказал, пойдите к Иосифу, он вам даст хлеба. Хлеб у Иосифа, вам хочется есть, у меня нет хлеба. Я не хлебозавод, идите к Иосифу, он вам даст. А он говорит, это странную вещь. Идите и делайте, что он вам скажет. Вратимся к Раши. Прежде всего, Раши отвечает на первый вопрос. Начал голодать Египет, потому что сгнил весь собранный им хлеб. За исключением того, что было у Иосифа. То есть, помимо Иосифа, хотя я это назвал продразвёрсткой, конечно, это не было как продразвёрсткой. Не отбирали людей весь хлеб. Всего лишь 20 процентов. Это всё, что те самые государственные заготовки хлеба, которыми занимался Иосиф, были всего лишь 20 процентов. Но остальное у людей оставалось. И они же понимали, что будет голод. Значит, они тоже, скорее всего, заготовляли. Естественно. А только ничего не получилось. Заготовить-то можно было, но зерно сгнило. Непростая была задача. Поэтому люди обращаются к фараону. Хотят есть. На что фараон говорит, это мы задали дополнительный вопрос странную фразу. Вместо того, чтобы сказать, идите к Иосифу, он вам даст хлеб. Он говорит, идите к Иосифу, что он вам скажет, то и делайте. Пишет Раши так. Дело в том, что Иосиф требовал от людей, кто хотел получать хлеба, чтобы они сделали обрезание. И когда они потом пришли к фараону и сказали, вот что он говорит нам. Нам хочется есть, а мы знаем, что хлеб у Иосифа. Они не просто так пришли к фараону за хлебом. Чего идти к фараону за хлебом? Фараон, он царь. Он не министр по хлебозаготовкам. Но они пришли к нему уже после того, как они услышали ответ такой от Иосифа и пришли жаловаться на Иосифа. Вот смотри, что делается. Мы просим у него хлеба, а он требует от нас обрезания. Сказал им фараон, а почему же вы не запаслись хлебом? Он ведь предупреждал вас, что наступят голодные годы. Где же вы были? Они ему сказали, мы собрали хлеба, много хлеба. Он сгнил. Сказал им фараон, ну если так, тогда все, что он скажет вам, то и делайте. Слушай, если по его желанию или по его поверению. Почему у него не сгнил, а у вас сгнил? А может он его проклял как-нибудь, ваш хлеб заколдовал его и еще что-то. Прямо что-то чиродейство и волшебство, так что он сгнил. Так если он такое может, он вообще нас всех здесь может проклясть и заколдовать. Поэтому не конфликтуйте с ним. Что он требует, то и делайте. Ну и здесь нужно задать вопрос, а зачем это Юсефу нужно было делать? Зачем он потребовал от египтя обрезание? Вообще-то, судя по данным истории, обрезание не было совершенно чуждым в Египте. Скорее всего, по крайней мере, священники, жрецы практиковали обрезание. Но среди широких слоев населения вряд ли. Но при всем при том, зачем он требует обрезание? В чем есть идея? Одно из объяснений вот как-то. Юсеф не зря просидел в тюрьме как минимум два года. Когда человек сидит в тюрьме, он особо не занят. У него есть достаточно времени для того, чтобы все как следует обдумать. И, конечно же, у Юсефа было желание обдумать и понять, что же так вышло? Как проведение так вот с ним, так сказать, играет? А почему происходят вот такие вещи? Как он попадает в Египет из-за этой совершенно непонятной, совершенно необъяснимой ссоры со своими братьями? Как он вдруг взлетает? И точно так же стремительно, как он взлетает метеором, точно такое же стремительное падение до тюрьмы. Почему это? Для чего это? И вот когда прибавляются ко всему этому сны вельмож фараона, который он разгадывает, и сон фараона, теперь у Юсефа все складывается в одну мозаику. Он понимает, что проведение приводит его сюда, в Египет, потому что в результате сначала изобилия, а потом голода, рано или поздно его братья придут сюда, в Египет для того, чтобы покупать хлеб. К этому он начинает готовиться сразу. Развязка впереди. Когда все сойдется, когда снова кольцо замкнется, это будет, когда его братья придут в Египет. И здесь вся та история, которая началась с его снов, снов которых, его самый первый сон, который происходит на поле во время сбора урожая хлеба, и когда все кланяются его снопу, а его сноп выпрямляется, то вот здесь вот с самого первого сна и до последнего сна фараона, первого его сна и до последнего сна фараона все в общем-то укладывается более или менее в одну мозаику. Юсеф ждет того, что к нему придут братья. Когда к нему придут братья, как он уже с ними конкретно будет решать все возникшие проблемы – это отдельная история. Но одно ему понятно. Он постарается сделать все, чтобы поселить их здесь, в Египте. Более того, скорее всего, даже возможности материально помогать им за пределами Египта у него не будет. Ибо его тут же очевидно, что при таком назначении его на власть, скорее всего, будут люди, которые будут хотеть от него избавиться. Те, которые потеряли власть. Те, над которыми он был посажен фараоном. И каждый его шаг будет проверяться, и будут искать на него компромат, безусловно, вне всякого сомнения. Если вдруг выяснится, что он посылает государственное зерно за границу для того, чтобы кормить каких-то инородцев, иноверцев, а может быть, даже там врагов государства, то, конечно же, тут же будет донос фараону и под не знаю, чем все это кончится. Поэтому ему ясно. Будет голод, все будут голодать, в том числе и его семья, Борис Исраиль, тоже будет голодать. Единственная возможность им помочь – это пригласить их сюда, в Египет. Он ждет, он готовится. Его братья, его семейство придут сюда, в Египет. И, скорее всего, здесь, в Египте, их будут презирать. Одна из причин такого презрения, ну, как это было во многих местах, в которых евреи жили, их будут презирать, как обрезаны. Это Иосиф хочет предотвратить. Поэтому он требует от всех, а пусть все будут обрезаны. Тогда евреи не будут здесь выглядеть подобного рода белыми воронами. Это одно из возможных объяснений, и оно позволяет нам перебросить мостик к следующему отрывку. И был голод на всей земле, и открыл Иосиф все склады, и продавал египтянам. Но голод усиливался по всей стране. Египтянам он продавал. Хотя, в общем-то, зерно было взято у народа. В общем-то, можно было бы спросить, а почему бы не отдавать его, не кормить народ даром, поскольку народ, который выращивал это зерно, почему бы сейчас с него не поделиться? Ну, простой ответ. А где это видно, чтобы государство не старалось заработать, если оно могло заработать? Ну, понятно. Но здесь была еще дополнительная вещь, очень важная. Когда есть голод, и необходим очень жесткий режим экономии. Нужно, чтобы люди полученный хлеб использовали экономно. А здесь это простой психологический фактор. Если Иосиф будет раздавать зерно, то полученное на халяву зерно, и к нему будет так относиться. Что человек получил даром? К дармовым подачкам так он относится. Небережно. Но если человек за свои рыдные гроши, за свои собственные потом и кровью заработанные деньги купил это зерно, он будет его хранить, будет бережно к нему относиться. А это то, что Иосифу важно. Чтобы не было так. Ведь он же готовится к семи годам голода. Нужно быть уверенными так, чтобы не съедят все запасы за первый год, два, три. А что будем делать в дальнейшем? Поэтому необходимо приучать людей к бережливости и к экономии. Как? Будет продавать. Пусть люди платят. Поэтому здесь есть не только забота о государственной казне, чтобы она богатела на создавшемся кризисе. Это, само собой, это всегда верно и всегда правильно. Но ещё забота о том, чтобы действительно эти годы голода каким-то образом пройти и их пережить. И увидел я оков, что есть хлеб в Египте. И сказал Иосиф своим сыновьям. Дальше идёт довольно странная фраза. Лама Титрау, которую переводчики с трудом переводят. Некоторые переводят так. Зачем вы переглядываетесь? А что нужно делать? Нечего переглядываться. Приезжайте в Египет покупать хлеб. А как это связано? Почему? Почему альтернатива не ехать в Египет, а переглядываться? Раши объясняет это иначе. Это слово Лама Титрау. Объяснение Раши таково. Зачем вы показываете себя перед сынами Ишмаэля и сынами Исава, как будто бы вы сыты? А в ту пору у них ещё был хлеб. То есть, голод уже был. Конечно, был. Но запасы ещё тоже были. По крайней мере, у семейства Якова ещё был. Поэтому, в общем-то, причины сейчас отправляться в Египет за покупки хлеба ещё не было. Но ИСФ торопит своих сыновей. Хлеб ещё есть. Неважно. Всё равно. Поезжайте. Все поезжают. Вы тоже поезжайте. Почему? Нечего показывать себя, когда все вокруг голодные. Всех уже хлеба нет. Нечего показывать себя сытыми. Подчёркивают перед сынами Исавы и Ишмаэля. А что такого? В чём это плохо? В чём это плохо? На первый взгляд, это выглядит как-то не очень симпатично. Сыны Исавы, сыны Ишмаэля, кто они? Твои родные братья. А вы не показываете перед ними, что у нас ещё есть хлеб. Почему? Они придут есть. Придётся с ними делиться. Они же действительно родственники. Они же действительно твои родные братья. Так что ж? С ними не поделиться. А Рамбан добавляет здесь ещё один вопрос. Почему боятся сынов Ишмаэля? Сыны Ишмаэля, сыны Исавы в этот момент уже не живут в Исаве совсем. Они уже разъехались. Так они вообще не видят, ходят ли люди, ходят ли сыновья Якова голодные или они ходят сытые. Сыны Ишмаэля не увидят. Ответ Рамбана вот какой. Скорее всего, сыны Ишмаэля, сыны Исавы отправятся вместе со всеми в Египет покупать зерно по дороге. А дорога их, безусловно, будет лежать через те места, в которых живут сыны Якова. Они увидят, что эти вовсе никуда не собираются, что эти не едут. Значит, у них есть хлеб. И тогда они придут есть к ним домой хлеб. Ну и что? Так что, а мы просто такие жлобы, что мы не хотим делиться с ними? Нет. Рамбан подчеркивает, что самое ужасное – они придут к ним домой и есть хлеб. Это не то, что они пошлют письмо с просьбой, не пошлете ли нам мешочек хлеба. Нет. Но когда Исаф со своими золотыми детками или Ишмаэля и так далее придут к нам домой есть хлеб, то ничего хорошего от этого не видят. Вот не домой, куда угодно. От них подальше, подальше, подальше. Двоюродные братья, да. Помогать им надо, но не у нас дома. Дом нужно ограждать, еврейский дом не должно быть в нем подобного гостей. Они просто испортят. Необходимо от них отгородиться. Вот почему Иосиф говорит, нет. Давайте не будем показывать, что мы сыты и хлеб еще есть. Ладно. Все равно отправляйтесь вместе со всеми покупать хлеб. О том, как придут сыровья Якова, братья Иосифа в Египет, и как произойдет их встреча, об этом мы будем говорить на следующем уроке.